Семья Долгодворовых многодетная, три дочки и сын. Но несмотря на это, Наталья и Юрий стали любящими родителями для малышки Вики. Самое сложное, говорит Наталья Викторовна, было то, что ребенок некоторое время помнил своих биологических родителей. Но через небольшой период Вика привыкла к новой семье и произнесла самые трогательные и долгожданные для родителей слова «мама и папа». Свои выросли, захотелось еще с кем-то проводиться. Наверное, из-за этого, скорее всего, я давно мечтала о маленьких. Это же такая радость быть новой мамой, что тебя называли, что кто-то тискал тебя, таскал, обнимал, да, целовал. Вновь ощутить всю прелесть материнства Наталья Долгодворова хотела давно, долго думала. Посоветовавшись со всеми домочадцами и заручившись их поддержкой, женщина твердо решила для себя взять ребенка в семью. Несколько лет назад в семье появилась Кристина. Сейчас на лице Натальи Николаевны сияет улыбка, ведь дети не только радуют своими успехами, но и приносят веселье большой многодетной семье. Наталья Викторовна, поздравляем вас. Вы выполняете поистине вот такой человеческий долг, позволяете детям жить и воспитываться в семье. Мы очень рады, что наши дети попадают в такие хорошие, добрые семьи. И вот проезжая все районы, побывав в семьях, мы действительно видим, насколько тепло, хорошо и уютно детям жить в семьях и воспитываться у таких заботливых и добрых родителей. Поздравляем вас. Спасибо. Не менее трогательная история и в семье Ивашевских. Трое детей уже выросли и семейной паре захотелось вновь услышать детский смех в доме. Сначала взяли Алину, говорит Наталья Николаевна, а в этом году в семье появилась Катя. Девочки быстро нашли общий язык с домочадцами и стали полноценными членами семьи. Мы хотим поблагодарить детский дом, Наталью Николаевну, всех педагогов, за то, что они подарили нашей семье таких девчонок. Они, ну правда, удивительные, воспитанные девочки. Спасибо, Наталья Николаевна, вам огромные. Мы очень счастливы, что нам Господь дал такую возможность стать родителем вот этих двух девчонок. Поначалу говорили, что с девочками и подростками будет трудно справиться, но я знала, что все получится, ведь мы дружная и крепкая семья, говорит Наталья Ивашевская. Трудности, ну как сказать, ну может быть незначительные. Радости больше, чем трудности. Поэтому радости открывают все трудности. Я радуюсь. Дорогие наши приемные мамы, от всей души, от всего коллектива поздравляем вас с этим праздником. Низкий вам поклон за то, что наши дети обретают новые семьи, за то, что у них счастливый звонкий смех, счастливые глаза. Да, будьте счастливы и пусть наши дети вас радуют, а мы всегда будем рядом, поможем, поддержим и всегда будем ждать вас в нашем центре. В 2016 году из числа воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, трое детей стали воспитываться в кровных семьях. Семь воспитанников обрели новых приемных родителей. Многие из семей, взяв одного ребенка, задумываются о том, чтобы дать возможность жить в семье еще одному малышу. Эти люди заслуживают уважения. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.